Власть не средство, она цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию. Революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Теперь вы начинаете меня понимать? В последнее время современная Россия все больше напоминает известные художественные произведения в жанре «Антиутопия». Нашу повседневную жизнь и политическое устройство сравнивают с 1984 Джорджа Оруэлла, Днем опричника Владимира Сорокина, Машины времени Герберта Уэллса, а недавнее послание Путина Федеральному собранию, точнее то, как оно транслировалось, многим напомнило компьютерную игру Half-Life 2. Прошлое столетие было крайне богато на антиутопические романы, фильмы и видеоигры. Авторы, разочарованные в идеях гуманизма и справедливости, рисовали наше будущее в откровенно мрачных тонах. Раз за разом они показывали нам общество, живущее в условиях несвободы, экономического неравенства и тоталитарной диктатуры. Насколько верными оказались эти предсказания? И не вышло ли так, что мы с вами оказались героями антиутопии, но сами этого не заметили? Давайте посмотрим, что объединяет известные антиутопии и посмотрим, как эти общие черты находят отражение в России 2020 года. Пункт 1. Невероятное имущественное расслоение между правящими классами и простыми людьми. Огромная пропасть между бедными и богатыми, практически отсутствующий средний класс. 1% правящих элит получает 90% национальных богатств. Пока одни умирают от голода, другие купаются в роскоши. Разделение общества на Морлоков и Элоев из романа Герберта Уэллса «Машина времени» уже стало классическим. На поверхности земли живут элои – грациозные, изнеженные, слабые создания, питающиеся исключительно фруктами. Их жизнь полностью обеспечивается живущими под землей морлоками. Схожим устройством отличается и общество из фильма «Метрополис» немецкого режиссера Фрис Ланга. В нем город будущего «Метрополис» разделен на две части – верхний – рай, где обитают хозяева жизни, и подземный – ад, жилища рабочих. В то же время в современной России, по данным Росстата, практически 20 миллионов, более 10% населения страны живет за чертой бедности. По независимым оценкам, количество нищих в России гораздо больше. В то же время Россия входит в топ-5 стран по числу миллиардеров по версии Forbes. От России в рейтинг 2019 года попало 93 человека, чей совокупный капитал по оценкам журнала составил 421 миллиард долларов. И это только официальный рейтинг миллиардеров. Неофициальных миллиардеров в России куда больше. У чиновников регулярно находят незадекларированное имущество на миллиарды рублей. А Владимира Путина многие независимые эксперты называют одним из самых богатых людей на планете, оценивая его состояние в сотни миллиардов долларов. Пункт 2. Снижение уровня образования и создание новояза, позволяющего манипулировать мышлением. Упрощение языка всегда ведет к упрощению мышления. Создание искусственного языка и снижение уровня образования позволяют с легкостью манипулировать обществом. Автор романа 1984 Джордж Оруэлл в своем эссе написал «Политический язык создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно и вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором». В своем романе 1984 он разработал целую систему «Новояз». С помощью сокращения словаря, ликвидации смысловых оттенков, упрощения грамматики и внедрения постулатов двоемыслия он сделал язык верным союзником тоталитарного режима. А в романе «Айн Рент» гимн из языка исчезает форма личного местоимения «Я». Вместо нее каждый житель произносит «Мы». В современной России упрощенная речь уже давно звучит и в телевизионных шоу и в правительстве. Известные пропагандисты сводят любые аргументы к эмоциям и истерикам, не позволяя зрителю рационально оценивать их позицию. Президенты, хотя это выборная должность, называют вождем, начальником, главным. Депутат Мизулина заявляет, следуя законам двоемыслия, «Право — это самая большая несвобода». А лингвист Максим Кронгаус, сопоставляя новояз с современным русским языком в книге «Русский язык на грани нервного срыва», обнаружил много общего в самих языковых принципах. В реальности происходит нечто другое, хотя исходное по результатам или точнее по цели. Сокращается не язык, он-то как раз расширяется, ограничивается не мысль или мышление, сокращается коммуникация, общение между властью и обществом, ограничивается возможность общественного диалога, обмена мыслями. Пункт 3. Создание атмосферы ненависти и образа внешнего врага. Для устрашения жителей, лоббирования выгодных элитам законов и легитимации преступной власти всегда создается образ внешнего врага. Океания всегда воевала со стазией, было одним из принципов жизни общества в романе 1984. А по сюжету графического романа Алана Мура, а впоследствии и фильма «В значит вендетта», антиутопическая Британия находится под властью фашистской партии Northfire. В свое время эта партия пришла к власти благодаря обещанию разобраться со смертельно опасным вирусом, не дающим покоя стране и победить внешнего врага США. В то же самое время в современной России с телеэкранов нас регулярно пытаются убедить в существовании внешнего и внутреннего врага. Что нам всем необходимо сплотиться для победы над этим врагом. Что США, Украина, Европа спят и видят, как нас уничтожить. И только действующий президент может их остановить. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Пункт 4. Единовластие, культ личности и переходящая власть элит. Цель власти в антиутопиях не развитие общества, а расхищение, подчинение и порабощение. Несменяемость оказывается инструментом, позволяющим держать экономическое неравенство десятилетиями. Культ личности является одним из методов достижения несменяемости. В фильме Жанна Люка Гадара «Альфавиль» 1965 года город находится под тотальным контролем профессора фон Брауна и управляется при помощи компьютерной системы Альфа-60. В антиутопическом фильме «Эквилибриум» после Третьей мировой войны вся власть сосредотачивается в Совете Тетраграмматона во главе с вождем. В то же самое время на российских телеэкранах культ личности уже давно занял прочные позиции. Полное отсутствие критики. Власть не меняется уже 20 лет, а если посмотреть шире, то с 90-х одни и те же лица. Президент устраивает конституционный переворот, чтобы занять свое место навсегда. Наша страна не может нормально развиваться, и скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Пункт 5. Мысли преступления и отсутствие свободы слова. Контроль за медийным пространством. Устанавливается контроль за каждым произнесенным словом. Общественная мысль строго регулируется. Запрещаются книги, которые могут заставить людей думать не о том. В некоторых антиутопиях авторы создают новую форму цензуры мысли преступления. В антиутопическом рассказе Валерия Брюсова «Республика Южного Креста» пресса подвергается тотальной цензуре. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что напорщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. В романе «Братьев Стругацких. Обитаемый остров» описано государство, несколько правителей которого манипулируют сознанием общества при помощи специальных башен. Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери описывает общество, в котором запрещены книги. Любые найденные книги оперативно сжигаются полицией. Впрочем, мышление как таковое в антиутопиях – процесс вредный и опасный. Так в повести «Котлован» Платонова главный герой увольняется с завода из-за патологической задумчивости. В то же самое время в Международном индексе свободы прессы Россия находится на 149 месте, что характеризует состояние свободы СМИ в стране как крайне плачевное. На законодательном уровне возникают все новые и новые законы, главная цель которых – контроль за информацией в СМИ и интернете. За последние несколько лет было возбуждено около 1000 уголовных дел за посты, репосты, комментарии и высказывания в интернете. Пункт 6. Жесткий контроль общественной жизни при помощи силовых органов. Любое антиутопическое государство можно характеризовать как полицейское. Власть опирается на силовые ведомства, используя их как механизм запугивания и репрессий. Роман Владимира Сорокина «День опричника» рисует нам картины нового средневековья, где, как во времена Ивана Грозного, учреждается опричнина. Антиутопическое общество Джорджа Оруэлла строится на регулярном наблюдении тайной полиции. Для того, чтобы добиться полного подчинения, Министерством любви практикуются пытки. Современная же Россия входит в число стран-лидеров по общему количеству полицейских на душу населения. Повсеместной практикой становятся пытки. Их используют для получения признательных показаний. Постоянными стали пытки в тюрьмах. Полиция все больше превращается в репрессивный орган, нужный не для поддержания порядка, а для борьбы с несогласными. Численность силовиков постоянно растет. Пока нас пытаются убедить в том, как хорошо обстоят дела с правами и свободами в России, как скоро мы перегоним Германию по уровню ВВП, мы все ближе подбираемся к самой настоящей антиутопии. Каждый год антиутопическая Россия становится все ближе. И только в наших силах не допустить этого. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам, поделившись им с друзьями в социальных сетях и подписавшись на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!